Ребята, как я вам вчера обещал в прямом эфире, показать два больших саженца, сделать небольшой обзор. Это саженец апельсин Вашингтон Новелл. Этому растению примерно 8, даже чуть-чуть больше лет. Последний урожай сняли около 8 килограмм с небольшим. После этого его подрезали. И вот он сейчас имеет вот такие размеры. Корневая очень мощная. Видно, что где он прививался, как разветвилось дерево, хорошая сформирована крона. Появились молодые уже такие побеги, довольно-таки хорошие. И апельсин может стоять уже у Вас в зимнем саду, в квартире дома, где Вы уже поставите. Но перевозить надо уже бусом. Резковой он не влазит, внедорожник тоже. Поэтому Вы можете его у меня забрать и выращивать в себя апельсины. То есть последний урожай был примерно чуть больше 8 килограммов апельсин. Здесь еще стоит деревосад. Вот этому лимону, это лимон дичка, то есть он был высажен из косточки. Когда из косточки высаживается лимон, он не плодоносит около 20 лет. 15-20 лет. А если плодоносит, то у него мелкие невкусные плоды. Поэтому все лимоны их прививают. Либо если это культурный лимон, допустим, как у меня в основном это киевский крупноплодный, его размножают черенком. Данный лимон, когда разросся, его подрезали. Видно место под подрезок. Сюда прививали и кумкват, и мандарин, и лимон киевский крупноплодный, и разные-разные цитрусовые для того, чтобы... Сейчас где-то здесь около 8 приводят. Чтобы это было такое уже большое, хорошее деревосад. Оно находится в таком большом уже ведре. Вот сюда даже втыкались, видите, весь черенок был воткнут, и вырос лимончик. Вот эта, к сожалению, веточка отломалась, лимона был привит лимон, но тут можно увидеть еще, как есть плоды лимона, вот здесь, на этой ветке, и вот на этой ветке. Вот видно место привоя, и он уже начинает давать деток. Вот эта, допустим, ветка, ее лучше подрезать, чтобы она давала такие вот уже боковые побеги. Тоже она прививалась, если что-то такое, интересно привили, уже не помню даже, что. Поэтому эти растения вы можете забрать к себе домой, они будут прекрасно у вас стоять и плодоносятся в вашей квартире, в зимний сад или дом. И еще один момент. Я вам сейчас покажу фотографию, вы увидите заставочку, где у банана, уже довольно-таки взрослого банана, который стоит в ведре, вот примерно такой, центральный лист начал засыхать. Он только пошел, начал засыхать. Когда измеряем ли почву прибором, то есть получается температура грунта примерно 22 градуса, и влажность достаточно допустимая, то есть он не перелит. Почему такое бывает? Я вам сейчас объясню. Я вам буду рассказывать на примере вот этого банана, я его сейчас буду вытаскивать из грунта, потому что он будет сейчас ехать в Германию, то есть я буду пересылать без грунта. Я сейчас вытащу освободу корневую и покажу вам. Допустим, так вот сейчас стараюсь вам освободить. Что получается? Что когда у вазончика есть дренаж, допустим, по кругу стоит дренажное отверстие, есть при поливах вода уходит. Но в том случае, о котором я вам сейчас рассказываю, произошла такая штука. Я освобожу сейчас корень и покажу. Вот в этом месте, вот посередине, именно посередине, вода не уходила, и корень начал закисать. А это о чем говорит, что будет загнивание корневой системы, и банан будет пропадать. Поэтому, в таких случаях, если вы наблюдаете, что остановился центральный лист, что-то, ну не то пошло, допустим, вот этот вот кончик маленький, он может быть коричневым. Но если листочек начал коричневеть, и не идет вообще в рост, тут же разбирайте вазон, проверяйте корневую систему, если есть гнилые или испорченные какие-то корни, их надо удалить. Вместо облома корня, либо когда детку вы отсадили, надо смазать, взять просто таблетку активированного угля, ее растолочь, и вот этим вот пеплом помазать это место. Потом этот же банан надо пересадить в свежую землю, желательно пролить розовым раствором органцовки, и поставить опять же в теплое место, с хорошим перенажем вазон. Я вам сейчас покажу вот этот банан, я его сейчас полностью освобождаю от земли, чтобы отправить его через границу. Он поедет в Германию. Вот такая вот у него корневая система. В любой момент он может дать прикорневые отростки, и может размножаться. Теперь об инжире. Сейчас уже осень, инжир и гранат это листопадные растения, они скидывают листовой аппарат и впадают в спячку. Но некоторые деревья, которые у вас дома растут, или в помещениях в тепле, они могут не сбрасывать листья, либо сбросить листья процентов 95, и какое-то количество может остаться. Это нормально, если он не находится у вас в теплом помещении. Вот я сейчас взял два экземпляра. У одного вы видите, что он сбросил листья, а потом начал выпускать новые ветки. То есть он вроде бы как впал в спячку, а потом где-то попал в тепло, и начал, уже солнышко пригрело, и он начал просыпаться. Если же у вас есть инжир в ведре, в кадушке где-то, и он сбросил листья, инжир или гранат, ставьте его в самое прохладное место, которое у вас есть. Это может быть погреб, это может быть подвал, это может быть балкон, где, если застекленный балкон, то там сильные морозы не будут, и инжир не пропадет, ни гранат тоже. Они не боятся морозов. Ну, я вот для примера, давайте возьму вот этот вот сейчас образец. Сейчас вытащу его из земли. Вот я его вытащил из земли. Как раз был неполитый какое-то время. Будет проще. Вот, посмотрите, небольшой вроде бы такой саженец, посмотрите, какая у него прекрасная корневая система. Кстати, этот саженец тоже поедет в Берлин. Я думаю, в Германии прекрасно он будет расти. Вот, посмотрите. Самое главное для инжира, ну, так же, как и для граната, это не пересушить корневую систему. Если она пересохнет, то у вас вся верхушка может погибнуть. А может остаться живой только вот эта вот часть. Поэтому, смотрите, когда он зимует, сбрасывает листья, не надо его, конечно, переливать, но самое главное, чтобы он не пересушился. Поэтому ставьте его влажным в прохладное помещение. Если он стоит в погребе, в подвале, то там, как правило, влажно и температура держится около 8-6 градусов. Для них это прекрасная зимовка. Если же в квартире, смотрите, не перелейте, но и земляной комнат не должен пересыхать. А то будет, как у меня весной. Тоже пересушили, снега не докидали, потому что его просто не было, этого снега, солнце поднялось, это уже февральское, и высушило весь верхний слой. Деревья были еще молодые. Вот то, что я вам хотел рассказать по инжиру и по банану. Если есть какие-то вопросы, все вопросы вы можете задать мне по телефону или по WhatsApp, по Viber позвонить. Все контакты есть в описании под видео, вы это знаете. Есть также в описании телефон Рошада Садыхова, либо Рауля Лиев, который живет в Евросоюзе. Вы можете им звонить, тоже обращаться, они вам могут отправить и саженцы, и также проконсультировать. До новых встреч! Так, друзья мои, как я обещал, я сегодня у Владимира. Вот Владимир. Все. Вот так, как я обещал, Вот. Хотел вам показать инжир, который у него растет просто вот так на улице, на зиму. На зиму, да, ты его немножко укрываешь? Вот. Смотрите, сегодня 3 ноября, и плоды, давайте снимем плоды, вот видео, до сих пор вот, возревают, причем на улице. У меня-то накрыто, у меня более тепло в теплице. Вот такие плодики. Хотя сейчас уже в последнее время солнца мало, но дозревают. Конечно, сладость не так, как у летних плодов. Они такие, где-то мягкие, где-то более твердые еще. Ну, интересно. Тут даже третий, четвертый урожай. Ну, он такой уже, конечно, четвертый. Так, а вот этот инжир был пересажен с теплицы. Вот принялся нормально. Растет хорошо. Во, у тебя вон там еще помидоры растут. У тебя все растет. Так, теперь перенесемся в мою теплицу. Как у Владимира вы уже увидели, сейчас я хочу снять гранат. Вот видите, он лопается. Надо его снимать, наверное. Уже видно, что он поспел. Такой вот уже крайне видно там зернышки. и, наверное, это тоже сниму. Они вместе росли здесь. Вот еще там несколько есть небольших плодиков. Попозже сниму. Так, и инжир. Что тут дозревает? Давайте посмотрим. Так, вижу внизу даже падает что-то. Так, вот такие есть плодики небольшие. Вот, покрупнее немножко. Ну, можно еще дозреет. Просто интересно попробовать. Сейчас у нас солнечные дни такие вот. Солнышко вышло, видно. Так, некоторые плоды начинают дозревать. допустим, вот этот плодик. Так, этот нет. Такой не мягкий. Вот, где помягче, помягче, я вот их срываю. Ну, такие вот есть. Так, ну, еще я вам хочу показать небольшое видео, которое мне прислал Рошад с Азербайджана. Как он собирает там гранат. Вот, и постараюсь видеоотзывы от своих подписчиков выкладывать тоже здесь на канале, чтобы вы могли смотреть и вдохновляться выращиванием разных растений экзотических. сорву еще, чтобы вот этот гранат. Такой маленький. Не знаю, дозрел, не дозрел. Посмотрим. Я сейчас это, собираю гранаты. Это у нас в Азербайджане растут гранаты. Вот такие они. Вот, вкусный этот сорт. У нас это гулеша называется. само дерево в открытом грунте растет. Выдерживает минус 25 градусов это точно, если не больше. Вот такие у нас деревья растут. Видно, не видно. Я вот собираюсь, у меня сейчас есть эти саженцы, трех сортов гранат у нас саженцы. Я вот собираюсь сейчас Максим отправить в Украину, с Азербайджаном в Украину без проблем. Если вот не знаю, вот поищите в интернете. Этот сорт у нас очень вкусный сорт. Очень такой вот без кислинки даже есть, когда полностью созревает без кислинка на сотку лейша. Если вот поищите в интернете там погуглите там можете там найти это сведения. Растут они вот здесь наверное метров 3-4 может быть есть. Выдерживает там и морозы и без полива там аж может вообще здесь не полито 3 месяца не полито. Они вот все равно ничего страшного им с ними ничего страшного не происходит. Саженцы я буду регулярно отправлять Максиму там именно этот сорт который у меня сейчас очень вкусный вот такие вот крупные они очень мясистые как бы из них мы делаем ну во-первых компот делаем просто сок делаем компот если добавить к гранату айву тогда это вообще очень вкусно получается вот если надо будет там если будете заинтересованы вот данные Максима под виде будут мои данные будут через Максим можете получать саженцы готовые саженцы без проблем за 10 дней с Азербайджана в Украину за 10 дней максимум саженцы приходят саженцы укорененные двухлетние трехлетние там пятилетние смотря какие вы захотите звоните обращайтесь данные наши есть